Школьники села Бесагаш Толгарского района словно окунулись в прошлое. Альма-Матер преобразилась до неузнаваемости и стала такой, какой была бы сто лет назад. Сейчас в этих сценах зарождается отечественная кинолента о жизни и творчестве выдающегося казахского публициста и поэта Макжана Жумабаева «Слышишь судьба». На тебе! Макжан! Действие этой сцены разворачивается в 1913 году в Омско-семинарии. Ярчайший представитель казахской интеллигенции Миржаки Бдулатов поздравляет своего ученика Макжана с литературным дебютом в газете «Казах». Роль 19-летнего Макжана исполняет 17-летний Миржан Бесимбеков. Молодой актер в мир кино попал два года назад. За плечами работы в исторической драме «Жаужурек Мэнбала» и сериале «Подруги». Да, мне очень повезло. Это очень большая роль, хорошая роль. Конечно, страшно. Ну, может быть, как-то было, но страха всегда. Это нельзя бояться страха, надо всегда идти вперёд. Я взял эту роль, я сразу принял это с радостью, с большой радостью. Мне понравилось, когда меня выбрали, когда мне рассказали про него, что да как, что я буду играть. Картина условно разделена на четыре основных этапа жизни Макжана Жумабаева. По задумке автора проекта, кинорежиссёра Марата Кунурова, лента выполнена в так называемом документально-постановочном формате, что позволит в полной мере раскрыть образ одной из величайших и, к сожалению, самых загадочных личностей Великой Казахской степи. А в кинематографе вообще Маржан через кинематограф, вот как бы через этот фильм впервые явится на экраны, да? И мы воспроизведём всю судьбу Маржана от его 12-летнего возраста до момента его казни в 1938 году, 19 марта. Мы её всю воспроизведём. И всё, весь этот фильм, он построен на глубоком изучении архивных материалов, то есть каждый момент его жизни, он подтверждён документами. Увидеть документально-художественный фильм можно будет уже в конце года. Бесплатный премьерный показ 55-минутной ленты «Слышишь судьба» пройдёт в кинотеатрах Алматы и Астаны. Авторы интригуют. Вся правда о Макжане и его окружении станут достоянием общественности уже во время новогодних праздников.